Помочь встать на ноги. Четырехлетняя Надя Камелина из Доброполья при рождении получила травму бедра. Одна ножка девочки короче другой. Бессрочной операцией ей грозила инвалидность. Но у многодетной семьи денег на дорогостоящий имплант не было. Кто подарил Надежде надежду, знает Мария Петрик. Вот комната моей дочери. Вот ее любимая игрушка. Они тут и живут, гуляются. С сестричкой, с братиком. В этой комнате четырехлетняя Надя Камелина проводит все свободное время. Играет с друзьями, рисует, отдыхает. Но сейчас здесь не хватает ее звонкого смеха. Девочка на операции в Киеве. При рождении получила травму бедренной кости. Одна ножка на три сантиметра короче другой. Необходимы были дорогостоящие импланты для выравнивания конечности. Но денег на их приобретение у родителей не было. За помощью обратились в гуманитарный штаб Рината Ахметова. На фонде мы узнали от людей в интернете. Сказали в интернете посмотреть. Посмотрели. Номер набрали. Пообещали помочь. Решили оперировать в столичном институте травматологии и ортопедии. Если бы не сделали операцию, она просла. У нее скривлялся позвоночник. И она была бы инвалидом. Врачи говорят, это хирургическое вмешательство высшей сложности. Без его проведения перспективы были неутешительные. Очень много шансов, что с возрастом хромота увеличивается, увеличивается боли, нарастает укорочение. Это приводит к заболеванию, которое в взрослых называется деформирующий артроз. Три с половиной часа, пока девочка была в операционной, ее мама Татьяна не находила себе места. Операция прошла хорошо. Реабилитация тоже после операции прошла хорошо. В первую очередь, конечно, благодарность фонду Рената Леонидовича. За то, что помог приобрести эти дорогостоящие металлоконструкции. Малышка смущенно закрывает лицо, стесняется камеры, но чувствует себя хорошо. Лечащий врач показывает результаты. Сейчас после операции видно, что коленные чашечки на одном уровне, лодыжки тоже практически на одном уровне. Первое время Наде нельзя вставать. Кость должна полностью срастись. Но прогнозы доктора дают положительные. Лучше будут функционировать мышцы. Ну и есть возможность, что ребенок практически не будет хромать после операции. Пока девочка проходит лечение в Киеве, дома в Доброполе ее очень ждут папа, брат и сестра. Я скучаю за Надей. Спасибо дяде Ренату, что помог вылечить мою сестричку. Очень ждем возвращения домой. Семья Камелиных уже строит планы. Как только Надя окрепнет, все вместе пойдут на рыбалку. Мария Петрик, Оксана Корчима, Александр Шмырев и Владимир Конопля. Телеканал Донбасс.